Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Дискуссионного клуба Казанского Федерального Университета, а точнее телевидение, конечно, Казанского Федерального Университета. Меня зовут Юрий Алаев, я буду вести это заседание, как и предыдущие. А обсуждать мы с вами сегодня будем, вернее, с нашими экспертами и с представителями студенчества университетского, модную, я бы сказал, тему «цифровая экономика». Она не только модная, но она еще и чрезвычайно важная, особенно для России, которой предстоит совершить рывок не только в целом для развития экономики и социальной сферы, но и в этой конкретной сфере. И есть две проблемы, на мой взгляд, связанные вот с этой темой, с этим понятием цифровой экономики. Проблема первая заключается в том, что словосочетание у всех на слуху, но на самом деле мало кто отчетливо себе представляет, что это такое, с чем это едят, и что это нам всем сулит, а между тем нам с этим жить, это уже очевидно. Вторая проблема заключается в том, что мы в России склонны, к сожалению, к компанейщине, и тему очень легко заболтать, даже не желая этого. То есть нужен очень ответственный, очень системный подход к реализации этих проектов. Я просто напомню, что 5-6 лет назад из каждого утюга гремела словечко нанотехнологии, сегодня мы его не слышим, но это вовсе не говорит о том, что все отрасли народного хозяйства освоили нанотехнологии, и она процветает в Российской Федерации. Еще одна проблема, связанная с цифровой экономикой, как, собственно говоря, и с любым новым проектом, который реализуется в федеральном масштабе или в масштабе того или иного субъекта Федерации, это, конечно, то обстоятельство, что на кону большие деньги. По прогнозам, по проектам, до 2024 года на развитие цифровой экономики в нашей стране планируется израсходовать столько из государственного бюджета более 1 триллиона рублей, если точно 1,2 триллиона. Примерно столько же, насколько я понимаю, рассчитывают извлечь из бизнеса. Конечно, пирог очень большой, и понятно, что пристроиться к нему, получить свой кусок желающих будет довольно много. И это, конечно, тоже опасность. Вот обсудить эти вопросы и, может быть, некоторые другие аспекты, насколько нам позволит время в эфире, мы и попробуем сегодня. А для обсуждений мы пригласили в наш дискуссионный клуб, ну, во-первых, гостя высокого во всех отношениях, вице-премьера, министра информатизации и связи Республики Татарстан, Роман Александрович Шейхуддинова. Спасибо за аплодисменты директора технопарка в сфере высоких технологий, просторечия IT-парк Казанский, Антона Олеговича Грачева. Аплодисменты директора высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета, кандидата в физико-математических наук Айрата Фаридовича Хасьянова. Я заглядываю в шпаргалку, потому что меня смущают, у нас такие очень длинные названия всех наших ведомств, и не дай бог где-то что-то пропустишь. Информатизация и связи все-таки лаконичные по сравнению с этим названием. Хотя у высшей школы тоже есть короткое название и ТИС, и всем все понятно, или должно быть понятно. Итак, самый первый вопрос, наверное, Роман Александрович, давайте мы с вас и начнем. 9 августа этого года президент Татарстана Рустам Миниханов подписал распоряжение, в соответствии с которым вы назначены или определены, как говорится в документе, куратором проекта «Цифровая экономика в Татарстане». Если можно, в нескольких словах, в чем суть проекта, кто его участники и какова финишная цель? — На самом деле распоряжение — это только документ, который определяет на уровне государственной структуры органов государственной власти орган, ответственный за консолидацию проектов и создание условий. Но интереснее было бы, наверное, все-таки определить сначала с понятием, что такое цифровая экономика, и вообще зачем это надо, почему ее не было раньше, откуда она на нас свалилась, почему именно сейчас, и почему все должны дружно ей заниматься. Ну, если говорить простыми словами, то цифровая экономика, она не появилась внезапно, она появилась, если можно так сказать, как только появились первые вычислительные устройства, аналоговые даже в том числе, поэтому цифры используются и данные, если быть корректным, в различных отраслях. И основная цель цифровой экономики — это помочь систематизировать, создать условия для систематизации использования данных в целях повышения прибыльности, эффективности в первую очередь предприятий реального сектора экономики. Второй блок — это создание инструментов для эффективного государственного управления. То есть все просто. С одной стороны, это эффективное государственное управление, это анализ данных в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере подготовки кадров и так далее. И второй блок — это использование данных в реальных отраслях промышленности, использование данных в самолетостроении, в производстве, в добыче нефти, в производстве нефтепродуктов, в предоставлении коммунальных услуг и так далее. Везде используются данные, и вы, как люди не чужды этому, с этим сталкиваетесь и видите. Отдельный блок в другом разрезе — экономику данных или цифровую экономику, иными словами, можно поделить на две части. Это экономика создания и экономика производства, и экономика обслуживания, скажем так. Экономика цифровая производства предполагает использование данных непосредственно в создании объектов материального мира. В производстве машин, в производстве каучуков, в добыче нефти, в производстве молока. И данные используются везде. В сельском хозяйстве очень много используется данных сейчас все больше и больше. В образовании предполагается использовать данные. Это вот все, что связано с государственным управлением и все, что связано с бюджетной сферой. И Россия очень сильно преуспела и находится сегодня в первой тридцатке стран, которые так или иначе занимают позицию в рейтингах информационного общества. Информационное общество — это как раз есть некий показатель, который учитывает использование данных по большей части в сфере государственного управления. И ее квинтэссенцией является предоставление услуг в электронном виде. Вот кто-то из вас пользовался услугами в электронном виде когда-нибудь? Поднимите руку, пожалуйста. Кто пользовался? Практически все. — Извините, давайте уточним, а какими именно электронными услугами? — А вы знаете, для цифровой экономики неважно, государственные, муниципальные, либо это услуги корпораций, Сбербанк онлайн или Акбарс онлайн. Многие банки предоставляют сегодня такие возможности. Это все цифровая экономика. — Я думаю, они в основном пользуются цифровыми услугами мессенджерами, ватсапами, смайликами. Вот этого я боюсь, что к этому все сводится. — Немного другое. Услуга — это когда есть запрос и получается результат, а использование соцсетями — это процесс постоянный, который интегрируется. Поэтому распоряжением действительно Министерства информатизации связи определено в качестве куратора этого проекта. Напомню, что проект «Цифровая экономика» берет свое начало из череды 12 проектов, которые закреплены 204-м указом президента Российской Федерации. И проект «Цифровая экономика» поделен на 6 федеральных проектов в различных отраслях. Это информационная безопасность, государственное управление, подготовка кадров и ряд других. И на самом деле это не только работа одного органа власти. Сегодня наша задача — обеспечить взаимодействие всех, и Министерство сельского хозяйства. Самый крупный блок, конечно, в сфере производства — это Министерство промышленности и торговли республики, где блок предприятий используется. Ну и вся инфраструктура уже в Татарстане сегодня создана. Вот сегодня с нами Антон Грачев тоже, в управлении которого находится крупнейший дата-центр по Волжи. Это все помогает предприятиям быстрее погрузиться в эффективную цифровую экономику. Сама по себе цифровая экономика, она как сущность, экономика ради экономики не существует. И данные ради данных никому не нужны. Они нужны только если они приносят доход, повышают эффективность. Либо меньше тратим, либо больше зарабатываем, либо качественные показатели переводим в счетные. Если понятно, то примерно вот так. И Вы упомянули, что Российская Федерация, ну и Татарстан, по-видимому, как один из наиболее продвинутых регионов Российской Федерации, вот в глобальном рейтинге развития цифровой экономики, находится чуть ли не на лидирующих позициях. Я правильно понял Вас? У нас закончился как раз, не будем про политические циклы. Есть 601 указ. По данному указу каждый субъект Российской Федерации должен был достигнуть значения к 2017 году, по итогам 2017 года, значения более 70% людей пользуются в субъекте электронными услугами. Мы этот показатель выполнили первыми в стране на год раньше, выполнили его по итогам 2016 года. О чем это говорит? Это говорит, с одной стороны, о высоком уровне организации, управлении процессом предоставления услуг в электронном виде, хотя много еще нужно сделать. Сегодня переведено около 250 услуг и сервисов, а всего их более 680. Вот граждан и государство не связывает ничего, кроме того, что государство оказывает ему услуги гражданину, а гражданин их потребляет и формирует на это запрос. Причем эти услуги ему оказываются из тех налогов, которые он или его родители, опекуны, попечители заплатили в бюджет страны. Вот только что было послание президентом, и как раз с него едем, президентом было обозначено в трех блоках вопрос, связанный с цифровизацией. Это и цифровизация здравоохранения, когда была поставлена задача объединения многих информационных систем в единое информационное пространство. Здесь мы, конечно, ждем очень активные позиции Министерства здравоохранения республики, которое как функциональный заказчик должно предъявить. Второе – это продолжение работы по переводу услуг и использованию краудсорсинговых механизмов. Скажите, кто-нибудь из вас, кому-нибудь из вас знакомы, система народный инспектор? Кто-нибудь знает ее? А система народный контроль? Не так много, но поколение молодое, еще другие задачи пока стоят, но рекомендую тоже ознакомиться с этим. И то, что мы сейчас здесь в Татарстане делаем действительно на высоком уровне. Вот недавно, кстати, город Москва занял первое место среди рейтингов городов мировых столиц по дигитализации, заняв первую позицию в строчке рейтинга стран Организации Объединенных Наций. По итогам 2016 года Татарстан в рейтинге ООН среди регионов мира занял лидирующее место по двум проектам, мы тоже об этом писали. Ну вот это все, конечно, связано с госуправлением. А хотелось бы больше и больше, чтобы было больше цифрового предпринимательства и было больше использования данных в реальном секторе экономики в производстве машин, в производстве мебели, оказании медицинских услуг и так далее. В образовании очень важно. Насколько я понимаю, на прошлой неделе как раз в Санкт-Петербурге была конференция, участвовали о цифровизации образования. Шла речь о делегации Татарстана, вашего министерства в частности, делилась опытом цифровизации образования в Татарстане. Но это так, реплика к сведению просто. Вот вы упомянули о 680 услугах в электронном виде, которые составляют реестр полный, да, и более 200 уже в Татарстане внедрено. 687, дай бог памяти, в Татарстане всего, из них в электронном виде более 200. Вот один частный пример. Я задам его, приведу этот пример для иллюстрации того, что, не ошибаемся ли мы, когда занимаемся цифровой экономикой, ведь цифры могут быть лукавыми. Вот мы говорим, да, у нас вот тут очень большая цифровизация, вот столько услуг, столько охвачено, да, вот народный инспектор, там народный контроль. Все, конечно, знают сайт прекрасно работающий, он на федеральном уровне госуслуг, активно им люди пользуются, я думаю, что и среди студентов таких людей довольно много. Ну, вот один маленький частный пример к вопросу об эффективности. Вот я вожу машину, да, грешеный иногда превышаю скорость. Соответственно, мне приходят штрафы. Чрезвычайно интересно. Они иногда приходят в виде смс-оповещений, да, у меня заряжена эта опция. А у меня заряжена еще опция оповещений по имейл, они приходят. Но параллельно обязательно приходит бумага. И я обязательно иду в отделение связи за этой бумагой, пока я... И только потом, значит, от меня отстают повторные уведомления. Это мне напоминает ситуацию, когда только первые компьютеры появились в бухгалтериях. Там 86-е эти процессоры, если память не изменяет. И это было очень интересно наблюдать, в том числе вот в нашей редакции бухгалтерии. Бухгалтер все это посчитывает. Программу ей там бухгалтерскую поставили. Потом она отодвигает эту клавиатуру, берет простейший калькулятор, если не счеты, и начинает все это пересчитывать. Я к тому, насколько органично вообще это воспринимается и не дублирует ли вот диджитализация, все-таки диджитализацию бумажный механизм. Вот что. Вот здравоохранение. Еще один очень хороший пример. Совершенно верно. Руслан Многарий сегодня это упоминал в своем послании к Госсовету. Давным-давно уже занимались этими вещами, что была идея, а давайте мы историю болезни каждого человека чуть ли не с рождения, вот ее цифровизуем, это будет где-то в едином каком-то там на носителе, на сервере и у кого-то еще. Но, насколько я понимаю, до сих пор этого не сделано ни в одном субъекте Российской Федерации. И сейчас готовится к 23-му году так называемый электронный паспорт гражданина Российской Федерации. Я посмотрел его состав, или я пропустил, или там просто нет этой позиции. То есть, врачи по-прежнему не будут представлять собой с рождения, что в анамнезе у человека. А на самом деле это большая социальная и медицинская проблема. И если говорить о здоровье населения, об экономическом эффекте, это было бы здорово. Что мешает вот это сделать, когда, например, оцифровали уже все газеты, да, успешно там, теперь можно все это в цифровом виде. А истории болезни нет по-прежнему. По-прежнему они кочуют, я из поликлиники в поликлинику перешел, где-то у меня там потеряли, что-то нет. И все, все по-новой. Я такая терра-инкогнито для очередного врача. Ну, насчет терра-инкогнито, наверное, вряд ли, потому что карточка все равно ведется, да. Ну, знаете, здесь вот с цифровизацией есть старые унаследованные процессы, которые пока закреплены нормативно. Если говорить про здравоохранение и про ГИБДД, то в случае с ГИБДД это административное производство, которое пока законодательном уровне не предусматривает электронное взаимодействие. Вот мы сейчас пытаемся реализовать, у нас 53 судебных участка мировых, а там отправляется более 50% правосудия мировыми судами. И мы хотим запустить в тестовом пилоте, есть уже понимание, значит, с Российской Федерацией подачу заявлений в электронном виде. Да, ее потом нужно будет дублировать, поскольку пока отсутствует в России понятие «электронный документ», и там придется это делать. В случае с ГИБДД, когда вам приходит вот эта обязанность, обязанность направить вам соответствующий протокол, в противном случае вы имеете право обжаловать это. И пока этот порядок не будет изменен, а менять его должен, конечно же, функциональный заказчик, которым является ГИБДД Российской Федерации, и здесь нужно понимать, что регионы России тоже находятся в разных цифровых условиях, если можно так сказать. Где-то есть достаточная хорошая скорость интернет, а где-то ее просто нет. Где-то очень… Цифровое неравенство, так называемое. Цифровое неравенство – это отдельная задача, отдельная проблема. Да, Россия преодолевает сегодня значение 250 плюс, населенные пункты все подключены высокоскоростными каналами, и применить везде нельзя, но можно было бы применить избирательно, на выбор региона, либо по подписке от гражданина. Я бы, например, с радостью отказался от получения любых бумаг в свой почтовый ящик, потому что все приходит в единый цифровой хаб услуги республики. Но предварительно вам нужно будет заявление написать в бумажном виде во все инстанции, от которых вы не хотите получать. Один раз. А в год, наверное, несколько штрафов приходит. Что касается здравоохранения, то действительно есть также четко норматив, закрепляющий необходимость введения, а также истории болезни в бумажном виде. Но сегодня в Татарстане функционирует единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая более двух лет и которая продолжает расширять функционал. Сегодня там работают более 80% поликлиник и более 80% медицинских организаций. И более 80% медицинских случаев ведется там. Но тем не менее для врачей, конечно, это создает нагрузку, необходимость продолжать ввести это в бумажном виде. Это первый. Второй момент – это обеспеченность медучреждений компьютерами и соответствующей вычислительной техникой. Для того, чтобы работать, необходимо соответствующее обеспечение. Все-таки один компьютер, который работает в информационной системе, в интерактивном режиме, и компьютер, который работает как печатная машинка, печатая каждый раз эту бумагу, подклеивая ее в карточку медицинскую, это разные по производительности устройства. Но цель такая действительно есть. У нас есть проект, мы думаем об этом, когда каждому гражданину, жителю республики в личный кабинет на портале услуг тем, кто зарегистрирован, могут быть выгружены его услуги медицинские, которые ему были оказаны в течение года. Многие могут посмотреть, какие услуги им оказывались в течение года. Почему года? В течение года. А если расширить 5 лет, 10 лет? Просто нет исходной базы для этого? Нет, есть исходная база. Просто представляет ли это интерес для гражданина? Это для нас все-таки тоже эксперимент. Он связан еще с загрузкой вычислительных мощностей, потому что он потребует агрегации всех данных. Это такой проект, который мы думаем. В Москве, например, это сделали, но потом быстро отказались по каким-то причинам. Да. Да это центры перегрузили? Нет, нет. Это связано не с технологией. В общем, я думаю, каждый гражданин бы хотел знать свои цифровые данные здравоохранения. И если бы он просил соответствующей медорганизации эти данные вносить, то, в общем, куда их вносить, есть. Понятно. У меня один вопрос к руководителю IT-парка. Антон Олегович, вот министр затронул тему сопряжения сервисной, если это можно так назвать, да, цифровой экономики и реальных секторов. Вот в вашем IT-парке, крупнейшем в Положском регионе, насколько я понимаю, да, на сегодняшний день, что там произрастает, что за растения в вашем парке и как вообще они там существуют? Вы работаете по такой арендной бизнес-модели, то есть предоставляется помещение, определенный набор там инфраструктурный и вроде ребята давайте, развивайтесь. Или вы их как-то там, продолжая эту аналогию, поливаете там, удобряете, каким-то образом оказываете методическую поддержку, другую. Вот чуть-чуть вот на эту тему, а вот как раз о каналах сопряжения и насколько это успешно между собственно вот цифровой экономикой, как серверной, как понимать ее сервисной и реальными секторами экономики. Добрый день всем. Мы, наверное, как раз являясь таким представителем инфраструктуры той самой цифровой экономики, видим процессы, о которых сейчас говорил Роман Александрович изнутри. Мы их видим с позиции и компаний-разработчиков, которые создают среды, в которых те же самые электронные государственные услуги работают и функционируют. Мы это видим с позиции дата-центров, где эти все данные впоследствии аккумулируются и обрабатываются. И мы это видим с позиции инкубирования, так называемого процесса, который эти самые бизнесы и создает. Соответственно, я тоже, наверное, не имея таких серьезных обязательств, как Роман Александрович, будучи руководителем органа исполнительной власти. Я тоже поддерживаю тезис, что самое главное в цифровой экономике не уйти в популизм. Хотя те ценности, те пункты, которые сейчас там заложены, они очень верны на данном этапе времени. Но зная ту, наверное, порой не самую лучшую гибкость в принятии решений, особенно когда мы говорим о нашей большой, совершенно разрозненной стране. Ну, наверное, мне кажется, по этой причине те же самые нанотехнологии и стали, наверное, таким теперь уже примером, которым все друг друга попрекают. Вот чтобы этого не получилось, конечно, нужно, чтобы все синхронизировались. И мне кажется, что сейчас очень важно, это то, что этот процесс, он идет достаточно синхронно в разных регионах. Мы не так глубоко погружены в этот процесс, как Министерство информатизации и связи, но мы с удовольствием делимся практикой и с удовольствием делимся своими наработками, потому что мы это видим не с позиции сверху, а мы это видим с позиции и сверху, и сбоку, и изнутри. То есть мы можем наблюдать за процессами становления бизнесов, которые работают в создании тех решений, которые используются в той самой цифровой экономике. Мы видим этот процесс с позиции инфраструктуры. Действительно, у нас один из самых больших дата-центров в нашем регионе, наверное, один из самых больших дата-центров с точки зрения количества клиентов и в нашей стране. И тот опыт, которым мы обладаем, а эти парк функционируют уже 9 лет, и дата-центр уже функционирует уже 9 лет. Анна Долегович, извините, что перебью. Дата-центр, который вы эксплуатируете, КамАЗ тоже разместился у вас, да, насколько я понимаю? Да, у КамАЗа действительно есть ряд сервисов, размещенных здесь у нас в дата-центре в Казани. Это такой интересный пример, когда в 2012 году крупнейший автопроизводитель грузовых автомобилей нашей страны просто-напросто переместил большую часть своей инфраструктуры в географическую отдаленность в 200 километрах от самого завода. Это достаточно такой беспрецедентный кейс, который действительно сработал. Он показал пример другим. И сегодня в нашем дата-центре, ну, наверное, если мы посчитаем всех клиентов, это более 200, мы не считаем совершенно маленьких каких-то клиентов, но крупных, вроде КамАЗа, несколько десятков. Вот я специально к этому и подводил. Вы можете сказать сейчас по операционной рентабельности, или в целом дата-центр, вы в плюсах, в нулях? То есть нормально, да? Мы в плюсах, да. Но, конечно, этот рынок развивается, и сравнивать вообще инфраструктуру 10-9-летней давности, когда эти парки еще только проектировался, уже сложно, потому что за это время появилось огромное количество частных коммерческих дата-центров. И мы сегодня, при всем при том, что находимся в собственности государственной, являясь оператором имущества, принадлежащего республике Татарстан, мы конкурируем с частными коммерческими цодами. И мы часто приглашаем к себе клиентов и выигрываем тендеры не татарстанских компаний, например, потому что у Татарстана прекрасное расположение географическое, потому что отличная инфраструктура и вот то самое географическое расположение важно с точки зрения канала, связи, которые проходят через Татарстан. И клиенту на самом деле не принципиально быть в Москве или в Казани. Даже бывают такие интересные истории, когда пинги, так называемые, если кто-то понимает, что это такое, внутри Москвы проходит дольше, чем Казань, Москва, потому что Москва очень сильно закольцована этим трафиком, и мы тем самым очень многих клиентов к себе не переманиваем, но даем им такие условия, в которых мы действительно конкурентоспособны. Мы сейчас говорим о широкополосном доступе, да, вот это все, да, мы говорим про эту историю. Да, доступ к интернету. И цоды еще есть в Татарстане, кроме вашего? Да, да, есть дата-центры в Татарстане, есть дата-центры в соседних регионах. Сегодня этот рынок сильно растет, просто потому что данных, количество увеличивается. Хорошо, мы, вы привели пример с КАМАЗом. Можно еще один-два примера, просто вот, чтобы и я, и те, кто нас смотрит сейчас по телевизору и аудитория здесь, ну, более, что ли, вот конкретно себе могли представить, что, условно говоря, какой-нибудь там фабрики «Спартака» или какому-нибудь там, вот вы назовете сейчас какого-то конкретного, я надеюсь, да, вот ему что, собственно говоря, от того, что в его ткань, в ткани его бизнеса, вот, инфильтруются или инкорпорируются вот какие-то элементы электронных технологий. Как это влияет, на что? Что? Он сокращает количество рабочих мест, он другими способами повышает рентабельность своего производства, ускоряются какие-то процессы, оборот, ну, не знаю, вам лучше знать, просто, если можно, это проиллюстрировать, будьте добры. Да, но давайте я все-таки обобщу сейчас, потому что для каждого клиента есть своя специфика, обобщая, будет понятно, будут понятны все возможности. Первое, ключевое, это, конечно, экономия на издержках. Просто-напросто, когда ты строишь такой же дата-центр у себя на предприятии, это дороже, чем если ты берешь в сервис где-то вовне, потому что экономия на эффекте масштаба. Это первое. Второе, это безопасность, сохранность данных и отказоустойчивость этого дата-центра, потому что тот дата-центр, который мы управляем, он защищен классом TR3. Это так называемый класс отказоустойчивости, международный стандарт отказоустойчивости. Но если простыми примерами, если во всей Казани не будет электричества, то в дата-центре IT-парк электричества будет, а для дата-центров это принципиально. Даже если наш второй резервный вот, назовем это таким простым языком, падает, у нас есть дизель-генераторы, которые крутят электричество и создают его бесперебойно. Поэтому с позиции отказоустойчивости это второе преимущество нахождения в дата-центре. Третье, это сохранность и безопасность данных. Для многих является серьезной иллюзией сегодня то, что данные, находящиеся у вас где-то в комнате или в каком-то специальном серверном помещении, которые есть на предприятии, они более сохранны, чем в каком-то стороннем дата-центре. Это абсолютно утопия. Ну и это, так скажем, поддержание тезиса, который все время IT-специалисты, IT-директора на предприятиях пытаются менеджменту навязать. На самом деле это, конечно, шанс для собственника минимизировать издержки и повысить эффективность. Поэтому это, вот если простым, простым языком. Понятно. А пример-то все-таки можно привести? Компании? Компания «Рога и копыт». Обратилась за услугами в IT-парк. Татэнергосбыт. Например. Да. Там сегодня обслуживается полтора миллиона лицевых счетов всех домохозяйств. Вот без цифры, они за счет цифры теперь понимают, какое потребление у кого. Причем это взаимодействие также организовано с нашей цифрой. Мы даем данные, и они нам дают данные. Мы даем данные об оплате, которые делают пользователи портала услуг. А Татэнергосбыт, помимо оплаты счетов электроэнергии, сегодня выполняет функции единого расчетного центра, который генерирует единый платежный документ. Вычислительная мощность находится в центре обработки данных IT-парка. Мы начинали с Татэнергосбытом, сегодня Татэнергосбыт проводил тендер, выиграла другая компания. Конкуренция обостряется, однако. Конкуренция есть, это хорошо, это прекрасно для компаний. И кем вы заместили этого клиента, который ушел? Я говорю, это целый ряд клиентов, просто у нас со многими клиентами подписаны NDA, мы не можем раскрывать названия, но просто есть, если говорить о самых, наверное, топ-клиентах, у нас есть компания, опять же, название, которое раскрывать не могу, но это топ-10 мировых IT-компаний, которые держат в нашем дата-центре. В чем здесь коммерческая тайна или государственная? Почему нельзя назвать это компания? Это не государство, это коммерческая тайна корпорации, которая разрешает данные. То есть она не хочет, чтобы знали, где непосредственно находятся ее данные. Не хочет делать эту информацию. То есть соображение безопасности, да? В очередь, да, диктует. Конечно. То есть и у нас доступа ко многим данным, которые в этих сервисах крутятся, также нет, поэтому это нормально для дата-центров. Но вот пример ТАТ-энергосбыт абсолютно правильно Иван Александрович подсказал. В свое время ТАТ-энергосбыт вывел вообще 100% всей своей инфраструктуры к нам в виртуальную среду, которая развернута в нашем дата-центре. Но я бы не хотел, чтобы дискуссия про IT-парк сводилась только к дата-центру, потому что дата-центр одна из составляющих. Да. Но, наверное, если у нас будет время, я просто хотел, у нас есть время. Пока есть. Да, просто мы хотели буквально две минутки дать нашему, одному выпускнику нашего инкубатора проекту, который пришел к нам с идеей. Вот здесь? Да, здесь сидит. Мы сегодня пригласили Марата Дусаева, вот он сидит на первом году. А, агроинновации, да? Да, агроинновации. Это у вас умное стадо. Да, но давайте, в результате-то получается стадо. Да, просто как раз на примере того, как, наверное, одна из самых сложных отраслей в экономике может выстрелить, перейти на новый уровень развития. И это как раз пример того, как мы, как инфраструктура, можем помочь любому, у кого есть желание оптимизировать или внести какие-то полезности в существующие отрасли, в существующие предприятия, реализовать это как конкретный бизнес, развивать это в Республике Татарстан. Большое спасибо. Самое главное, что вот сейчас Марат там расскажет про проекты, таких проектов много. Он выпускник бизнес-инкубатора, сейчас в бизнес-инкубаторе 40 команд, да, примерно. Я хочу просто обратить внимание, ваш вот, значит, Айрат Хасьянов тоже очень много внимания этому уделяет. это возможность думать о собственном каком-то кейсе, о собственном предпринимательском опыте. Его нужно вообще не бояться зарабатывать и вообще нужно попробовать все, в том числе вот собственное дело и собственное предпринимательство. И попробовать это, в общем, наверное, уже даже со студенческой скамьей. Было бы вполне интересно. Если не знаете как, но есть какие-то идеи, то есть IT-парк, есть вот команда бизнес-инкубатора, но мы договорились, да, что отдельно соберем человек 300, 400. На вашей площадке. Антон нас соберет. Да, 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 да. На нашей площадке. Будем стараться, да. Да. И Марат там тоже выступит зажигательно. И еще несколько команд интересных придет. Это было бы прекрасно. Но здесь за академической частью вопроса кого привести. Так что будем ждать. Прежде чем вы расскажете о своем опыте или Кейсе, как принято говорить сейчас. Вот то, что меня, Александр Иванович, беспокоит, и вот мы уже, по-моему, как-то дискутировали с вами, да, в других рамках этой программы. Прекрасно, что здесь вот эти молодые люди сидят, да, закончат, получат необходимые компетенции, получат энциклопедические знания, не только узкоспециальные, я надеюсь, да, это все здорово. Но вот когда все это начиналось, да, вот эта вот цифровизация, сам по себе процесс в России, там, отдельно в Татарстане, в отдельно взятой какой-нибудь Владимирской области, которая сегодня переживает шок политический, ну, и так далее. честно, вот для меня, просто как для человека, даже не как для журналистов, вот здесь есть какая-то загадка, вот известно, что мы к несчастью после 80-х годов, вот 80-е, первой половины 80-х годов, стремительно стали в силу ряда причин утрачивать, мы, страна, я имею в виду, Советский Союз тогда еще, какие определенные компетенции как раз вот в этих областях, да, в области вычислительной техники, в области создания, хотя математики всегда были прекрасны, всегда говорили, что наши там программисты индийских могут зашибить, которые только коды пишут и больше ничего там не могут сделать, по большому счету, но тем не менее, то есть во многих отрастях технологические навыки утратила страна, да, в авиастроении, в частности, да, вот отрасль фактически загубили, станкостроение ноль, на нуле, и вдруг мы узнаем, в том числе вот Роман Александрович, от вас сегодня и из некоторых других источников, что батюшки, я этот вопрос задал, когда мы только начинали разговаривать, да мы оказывается в числе лидеров по диджитал экономике, по цифровой экономике, это мне сильно напоминает историю, ребята об этом, конечно, не знают, просто в силу возраста, а... среди сервисов электронных банков, дай бог памяти, мы в пятерке мировой находимся, и находимся на пятом месте в мире по дешевизне мобильной связи, это важнейший драйвер для проникновения всех мобильных сервисов аппликейшн по-русски, это здорово, что вы уточнили, и это мне напоминает историю, которую вот нам в советских учебниках в школе рассказывали, что в Монголии был феодализм, а потом в 21-м году туда пришли наши красные армии, и они через общественно-историческую формацию, называющуюся капитализмом, просто перескочили за два года, и оказались в социализме. Такое чудесное превращение в Монголию. К чему я об этом говорю? У меня ощущение, что вот мы по части диджитал-экономики или диджитал-технологии как будто такой же рывок взяли, и через какую-то формацию перескочили. Не было, не было, и вдруг... Или... Айрот Фаридович, я ошибаюсь, выясните? Ну, не перескочили, мне кажется. Узнаете, я вообще по поводу нанотехнологий бы хотел еще поговорить, но на самом деле... Вы хотите защитить Чубайса, я чувствую. Нет, нет, я вообще не про Чубайса. Они применяются, на самом деле, просто ровно сейчас этот процесс где-то идет по востребованности. Вы знаете? Так же из данными. Не надо из-за этого делать какую-то... То есть все в порядке. Да, это будет использоваться по мере необходимости. Есть большая... Я много мог бы рассказать, но ладно. Есть очень большая разница между нанотехнологиями и цифровой экономикой. На самом деле то и другое это маркетинговый термин. Но цифровая экономика это то, чем мы называем то, что сейчас наступает. То есть вы хотите использовать этот термин, можете его использовать. Не хотите, можете не использовать. Нанотехнологии это был маркетинговый термин, который был необходим для того, чтобы привлечь инвестиции в те отрасли, которые требовались для дальнейшего развития той самой цифровой экономики, вот к которой мы приходим. Вообще жалко, что Марат на самом деле не рассказал свою историю еще пока, потому что я бы мог хорошо так продолжить. А давайте мы сейчас вас прервем, пусть Марат расскажет. Я тогда... Драматургия в наших руках. Марат, вперед, помогите Арат Фаридовичу, потом эффектно продолжить. А они нам тоже помогали. Ну так вот, в вашу очередь. То есть... Ну мы портфельная компания Казанского IT-парка, то есть по выходу из бизнес-инкубатора нам было предложено продать долю государства частной компании. Извините, пожалуйста, я для телезрителей просто. Вы Марат Дусаев, вы директор ООО, основатель и директор ООО Агро... Инновации. Инновации. Спасибо. Продолжайте, пожалуйста. Вот. То есть, ну, суть нашего проекта заключалась в том, что у нас регион молочный, то есть мы в тройке лидерах по производству сырого молока. Мы имеем в виду Татарстан. Татарстан, да. И поголовье тоже, более одного миллиона голов. И, соответственно, задача, то есть контроля именно производственного цикла заключается в том, что надо отслеживать от теленка до, как бы, до иной коровы все эти процессы для того, чтобы понимать, какого качества на сегодня есть, ну, как бы, сырье животного происхождения. Вы исключаетесь? Быки здесь у нас тоже участвуют в процессе, то есть там есть селекционные приемы, благодаря которым повышается надой животных. Вот. Но при этом есть еще белки, жиры, которые тоже, ну, от него зависит уровень качества продукции. И, соответственно, мы вот создали софт благодаря вот поддержке IT-парка. уехали в Сабинский район, жили там полгода. То есть, вообще-то вы казанский человек. Я нижнекамский. Нижнекамский. Вот. И по результатам внедрения софта, то есть у нас вот появилась как раз первичные данные по всем животным, то есть история там их болезней, там воспроизводства стада. Ну, это огромный массив данных. И каждый день, вот на сегодня у нас в автоматическом режиме с доельных залов выгружается информация. Мы видим каждый день объем этого молока. И следующим шагом, то есть мы эту информацию начали трассировать уже в молочные комбинаты, которые принимают это сырье животного происхождения. Идет переработка. А они вам трассируют про низкие закупочные цены. Ну, это тут это другая история, тоже политическая. Вопрос в том, что мы сравниваем объемы, которые есть от животных, с теми, которые принял завод. И отсюда видим то, что сухого молока нет. Потому что вопрос, вот как раз в этой отрасли, он связан с качеством продукции молоко, это в первую очередь иммунитет. Вот. А потом уже кальций и все остальное. Извините, вы хотите мне сказать, что вы единственный поставщик на какой-то комбинат молока? Почему нет сухого молока? А он может от кого-то другого взять? Нет. Причем здесь поставщики у всех одни. То есть у всех заводов. Вот. Мы работаем с заводом Косымовский, это высокогорский район. У нас, когда молоко выезжает с хозяйства, то есть с помощью мобильного приложения фиксируется геопозиция, откуда это молоко выехало. Потом при приезду на завод там тоже фиксируют с помощью мобильного приложения уже вот это считывание как бы пломб и фиксируется то, что сырое молоко пришло. Потом оно перерабатывается. Вы приходите в магазин, считываете QR-код, видите всю эту историю этого молока. И понимаете то, что это не сухой как бы продукт, да, ну там сделаны, а реально из натурального продукта. Вопрос с позицией закона непослушного или непослушно законного гражданина. Вот там на ферме взяли, залили, да, в цицерну, этот молоковоз поехал. Когда его залили, вы зафиксировали, маркер пошел, что его залили, допустим, там полторы тонны или пять тонн, не важно. Восемь тонн минимум. Восемь тонн минимум. Восемь тонн. Ну, не важно, дело не в цифре. А потом он поехал. Он приехал на молокомбинат, и вы зафиксировали, что по-прежнему восемь тонн масса, да, сохранялось восемь тонн. А если он в солдатскую письменку завернет и полтонны сольет молока, туда дольет полтонну воды, вы это отследите? У нас же там пломбы стоят. А, пломбы. То есть цифра-цифра-цифрой, но без пломбы все-таки... Ну, цифра-цифровая, ну, пломба-цифровая, там штри-код. Он руками не убивает, там штри-код, там, дальше вбираешься. То есть не так, что вот ты зажал ее, и все. Ну, вы тоже у нас чипированные все. То есть у каждой коровы есть NFC-метки. Все понятно. Вы упомянули о софте. Это что, это ваш софт? Вы его делали сами, да? Да, наш софт. Где-то вот на базе IT-парка? Ну, IT-парк нам как бы учил, как все надо правильно делать. То есть мы привлекли инвестиции, ну, в общей сложности в 8 миллионов рублей. Скромно вы привлекли. Потом мы разработали техническое задание, утвердили его, потом сам сок запилили. Класс. Марат, скажите мне, пожалуйста, а вот такая штуковина, о которой вы сейчас рассказали, все это очень хорошо и, можно сказать, даже вдохновляет, применительно к условиям Сабинского района, Татарстана и России в целом. Сколько десятилетий назад вот это вот все внедрено на фермах Голландии, Бельгии, Германии, Соединенных Штатов, он за вайтер, он за вайтер, как говорят немцы. Мы вот недавно вернулись с программы развития ООН в России, ездили, вот, встречались с Евгенией Викторовной, то есть она вот как раз будет в Вероне форум, вот, евразийский экономический, то есть наш случай единичный в мире, это единичные случаи в мире. Такого в мире, да, вот то, что мы делаем, это единичные случаи в мире. То есть система по контролю в некоторых странах создается для того, чтобы создать иллюзию того, что, ну, эти системы контроля есть, то есть, и такие тоже примеры были. То есть я правильно вас понимаю, вот то, что вы сделали в Содружестве с IT-парком казанским, да, это, ну, топ, даже по европейским понятиям, по мировым. То есть вот эти вот несчастные голландские, немецкие и прочие фермеры, они не имеют таких систем учета и контроля. Ленин не зря говорил, социализм это учет и контроль. Я правильно понимаю вас? Ну, я не в праве такого вам расскажу, что отвечать, но тем не менее, вот надо сравнивать нас все-таки с Ирландией лучше. То есть в Ирландии, вот в Ирландии, да, там есть, а вот в Германии, то есть там еще вопрос ставят, надо ставить эксперименты, пойдет ли цифровая экономика на пользу сельскому хозяйству. Там целые научные работы проводят на эту тему. То есть они еще спорят об этом? Да, они еще решают, идти туда или нет. А вы уже? А мы там. Ну, иллюстрация. Просто, действительно, это заслуживает аплодисментов. Вы знаете, это очень хорошая иллюстрация вот этого тезиса о том, что мы живем в этой самой цифровой экономике, потому что это на самом деле люди пришли в существующую отрасль, создали там новую нишу, эту нишу заняли, и этот бизнес в этой нише существует. Это как раз и есть про цифровую экономику. Вот на самом деле. И я вообще бы, если вы позволите, у нас же дискуссионный клуб. Мы можем как-то с аудиторией пообщаться, да? Естественно, конечно. Это только приветствуется. И Роман Александрович хотел как раз прежде всего с аудиторией пообщаться. как бы не вопрос хотел бы услышать, а вопрос бы хотел кинуть в аудиторию и услышать как-то мнение. На самом деле, когда говорят про цифровую экономику, она же не сама по себе существует. Вот такая цифровая экономика, мы все такие цифровые. Это же не так, да? Есть несколько таких терминов, которые мы все время слышим. Это индустрия 4.0, экономика данных, цифровая экономика. А вот мне бы интересно было услышать мнение коллег, которые здесь собрались. Вообще говоря, почему их вместе употребляют? Они как-то связаны между собой? Какие-то мнения ваши? Потому что дальше можно было бы, мне кажется, прийти к пониманию того, почему мы живем в этой цифровой экономике вместе. Еще раз, значит, в чем вопрос? Ну вот смотрите, у нас есть не только цифровая экономика, как такой маркетинговый термин. У нас есть еще несколько. Например, в 2011 году Германия определила, как свою стратегию развить это движение в направлении индустрии 4.0. Туда они, в общем-то, движутся. Есть у нас еще один маркетинговый термин экономика данных. Айрад Фалевич, извините, что я вот самым беспардонным образом прерываю, но вы не потеряете мысль, я за вас не опасаюсь. Я начинаю понимать Романа Александровича и Антона Олеговича, когда они говорят о гигантском значении дейта-центров, вот центров обработки данных. Столько терминов. Там цифровая экономика, индустрия 4.0, здравоохранение 2.0, этот 3.0, 5.0, 5.3, зенит, локомотив. Ой, нет, я уже... Что такое индустрия 4.0? На самом деле, это за каждым... Я почему? Я просто иллюстрирую, за каждым из этих терминов, тут 4.0, тут 4.0. Ну, понятно, что программеры в свое время называли там свою программу, там, каждая новая версия после точки добавляется. Но там же теперь вот за этой индустрией 4.0 стоит еще вот такой, по-видимому, объем конкретный, да, что она себе... Ну, это всего лишь на все перечисление важных индустриальных революций, да, то есть, когда была изобретена паровая машина, создана была индустрия 1.0, да, потом у нас появилось сейчас электричество массовое... Сейчас индустрия 3, потому что нефть. Нет, значит, появилось электричество массовое производство, это индустрия 2.0. Затем появилась автоматизация, это индустрия 3.0. Ну, если вы видели роботизированные автомобильные производства, где там роботы штампуют части, сваривают их в автомобиль, это на самом деле индустрия 3.0, это вчерашний день. А вот индустрия 4.0, это как раз следующий шаг. Это то, о чем мы говорим, когда упоминаем цифровую экономику, например. Это индустрия так называемых киберфизических систем. Вот такое страшное на самом деле название. Вот такая есть книжка. Какая? Очень известная. Она была в 2016 году анонсером, называется «Цифровой вихрь». Вихрь? Да, «Цифровой вихрь». Кто автор? Я ее рекомендую всем очень прочитать. Микрофон, а? Микрофон, Иван Александрович. Еще. Значит, книжка называет «Цифровой вихрь»? Да, книжка называется «Цифровой вихрь». Она уже есть на русском языке. Она была анонсирована на доводском форуме. В 2016 году сел компьютер, не выдержал нагрузки цифровой. Я очень рекомендую ее прочитать. Она очень простым языком объясняет всем, называется «Цифровой вихрь». Кстати, за основу оттуда взяты некоторые элементы цифровой экономики, которые сейчас во многих странах внедряются. И тренд, который у нас есть, кстати, термин «Индустрия 4.0» был внедрен в парламенте Германии, предложен был командой «Меркель» и «Бундестагия». Есть формальный термин. Сейчас, например, в Татарстане проходит такой асессмент, анкетирование предприятий республики на предмет понимания того, какой уровень цифровизации, если можно так выразиться, у них сегодня присутствует для того, чтобы сделать оценку и зафиксировать некую базу и потом смотреть, как это делается. Во многих странах, кстати, государство системно поддерживает развитие цифровых технологий. Например, в Китай невозможно ввести, или в некоторые страны невозможно ввести станки, не имеющие цифрового программного управления, то есть непрограммно неуправляемые станки туда ввести невозможно. Они таким образом стимулируют поддержку в производстве именно данных. Цифровой станок сегодня это 3D принтер, многие из вас знают, такая игрушка, которая, в общем, очень доступна, технологии их растут. Станок это не принтер, но это такое же устройство, то есть имеет процессор, алгоритмы по определенному лекалу или алгоритму он сделает деталь. В 70-е годы это называлось ЧПУ, станки с числовым программным управлением. СЧПУ это очень правильно, просто там это загружалось локально в память станка, сегодня это из любой точки мира может быть загружаемо. Так вот, мы немножко прояснили насчет дата-центра важны индустрии 4.0, есть, конечно, еще другой взгляд или другая система, которая говорит, что цивилизация менялась в зависимости от того, какой источник энергии доминировал. Была эпоха дровяная, была эпоха, когда уголь позволил перейти к паровым машинам, к восстаниям луддитов и так далее. Сейчас доминирует в энергетике нефть, и нефть определяет современную цивилизацию. Но вы говорите о том, что, условно говоря, пора уже переходить к подсчету битов. Не совсем так. То есть, вы говорите совершенно правильно. Уровень цивилизации можно оценивать, уровень доступной энергии, но это, на самом деле, очень большие шаги. А мы сейчас про более мелкие шажочки говорим. Да, мы остаемся в этой самой нефтяной эпохе еще достаточно долго. Я думаю, будем там оставаться. но вот что я хотел сказать. Почему я вообще заговорил об индустрии 4.0? После каждой вот этой вот индустриальной революции происходило достаточно, проходило достаточно много времени, прежде чем эти изменения сказывались. Например, там первая паровая машина там в 1705 году появилась. Только там в 1769 значит, ватт ее усовершенствовал так, что она стала достаточно производительной. И спустя еще достаточно много лет мы наконец-то стали наблюдать промышленную революцию. То же самое с электричеством. Там еще Фалес экспериментировал с электричеством. значит, янтарную палочку там намагничивал. Но прошло достаточно много времени, прежде чем это электричество дало возможность создать массовое производство электрический двигатель. То есть, то, что, собственно, Майкл Фарадей сделал значительно позже. Это уже у нас 19-й век. И первый фордовский конвейер самый успешный как пример массового производства это уже 1908-1903 по-моему, год. То есть, это проходили столетия после того, как что-то было изобретено, до того, как это давало какой-то рост в смысле экономики. А теперь мы ускорились. то самое происходит с компьютерами. Да не совсем так. Компьютер это на самом деле тот самый паровой двигатель, если хотите, или электрический двигатель, или массовое производство. Прошло некоторое время, прежде чем мы, во-первых, накопили данные, с которыми что-то можно делать. Мы накопили определенные компетенции, знания того, что можно делать с этими данными. И вот сейчас это начинает приводить к следующему скачку. Причем, после того, как началась индустриализация, если вы посмотрите благосостояние человечества, то это было, кривая благосостояния начала экспоненциальный рост. И вообще говоря, сегодня экспоненциальный рост наблюдается в целом ряде отраслей. Это, как вы знаете, закон Мура в производительности микросхем. Это удешевление единиц охранения данных. Вот Антон, наверное, подтвердит. Каждый раз удовольствие, да? Удешевление, да? Удешевление единицы вычислительной мощности. Очень много, на самом деле, областей, где вот этот экспоненциальный рост наблюдается сегодня. Когда мы переходим к экономике знаний, или экономике данных, или, если хотите, цифровой экономики, мы говорим о том, что этот рост станет еще круче. То есть, на самом деле, благосостояние может увеличиваться с еще большей скоростью. Доступны... Очень интересно. Одно маленькое уточнение. Вы его как меряете? Как ВВП? Ну, можно по-разному. Там есть, например, так называемые, как он, ППТ, по-моему, называется? ППП. То есть, это параметр, но по-разному можно мерить, действительно... Я почему... Там есть индекс благосостояния, как таковой даже... Да, я понимаю, да. Я почему в это влез с уточнением вот сейчас. Потому что, знаете, это для меня, как дилетанта, я не знаю, специалисты по-другому это воспринимают. Будущие специалисты. Будущие специалисты, во всяком случае. Но для меня, как для дилетанта, вот это немножко странно. Это... Я не хочу никого обидеть, но вот это мне напоминает вот то, что... Вы сейчас очень горячо это говорите, почти проповедуете. Что вот если мы перейдем к экономике цифр, там к экономике данных, мы в нее погрузимся и уверуем... Нет, это не если. Это уже произошло. Это уже произошло. Нет, нет, нет. То есть, либо мы на этом... То есть, в связи с этим, в связи с развитием цифровой экономики, вот по экспоненте опять поднимется уровень благосостояния. Что меня здесь напрягает или настораживает? Складывается впечатление какого-то разрыва. Вот мы все сидим там в чем-то, в предметах, да, в реальной экономике. Мы едим хлеб, пьем молоко, которое теперь здорово все оцифровывается, да, мясо коров, которые перестают давать молоко, их забивают, в конце концов. А каким образом, собственно говоря, при подразумеваемом вроде бы сохранении уровня возможности даже физических планеты Земля производить набор продуктов, да, и вот предметов, которые, в том числе, предметов потребления, откуда возьмется этот экспоненциальный рост еще после уже промышленной революции, да, только из-за того, что мы погружаемся в цифровую или там диджитал экономику. Я... Есть какая-то, да? Я попробую, можно потом... Мне кажется, ключевое это повышение уровня кооперации, если коротко. Мы как экономисты понимаем... Я просто тоже... Ну да, 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 я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже, как бы, я заканчивал финансово-экономический институт, как ни странно, то есть я по базовому образованию неотичник. Среди нас и заканчивавший юрфак есть. Я могу открыть небольшую тайну. Альма-Матер Роман Александрович заканчивал юрфак Казанского государственного университета. То есть мы прекрасно понимаем, что экономика – это всегда кооперация. Когда мы смотрим на экономику отдельного региона, это кооперация внутри региона. Цифровая экономика позволяет термин «регион» и «география» вообще практически стереть для некоторых видов товаров, услуг, производств и так далее. А для IT в чистом виде, то есть для производителей кода, которые автоматизируют то же самое производство одежды, молока и так далее, эта логистика вообще исчезает, потому что твой продукт может быть создан сегодня в Казани и продан в ту же секунду в Бразилии. Да, это понятно. И, естественно, уровень кооперации между всеми участниками повышается. То есть сегодня мы вышли на такой уровень прогресса, когда, если мы возьмем 100 лет назад, нужно было позвонить по телефону и как-то договориться о сделке, и потом включалась логистика, которая была далеко не автоматизирована. Сегодня ты нажимаешь кнопку, и есть такие крупные вендоры, которые могут сделать под ключ, после того, как ты нажал кнопку, запустить весь твой процесс. Это уже начиная от выращивания сырья, например, для производства одежды, и заканчивая доставкой этой одежды уже конечному потребителю. Убедили. Ариат Фалинович, убеждайте еще. Я могу даже пример привести. Мы могли наблюдать еще несколько десятилетий назад, когда кризис перепроизводства ликвидировался путем ликвидации произведенной продукции. Знаменитое сжигание пшеницы в топках паровозов. А сегодня, вы знаете, целые примеры бизнесов, такие как Алибаба, где производство, вообще говоря, реализуется по требованию. То есть, есть некий посредник такой хороший, который собирает требования по всему миру и загружает завод ровно тем количеством производства, которое необходимо. Это была бы невозможность, мы не могли собирать данные. Вообще, цифровая экономика, она характеризуется тремя критериями, тремя параметрами. Это первое, это цифровизация всего, что возможно, потому что, если у вас нет данных, вы не можете делать выводы, вы не можете планировать, вы не можете знать. То есть, вы на самом деле без данных у руля, но замазаны черной краской стеклом. Да, рулите, пожалуйста, куда едете, правда, не знаете. Это первое, то есть цифровизация всего. Во-вторых, это, как я уже упомянул, экспоненциальный рост. Но, в частности, мы не могли бы собирать так много данных, если бы вычислительный ресурс не было бы так дешево. У меня смартфон остался, к сожалению, но на самом деле вот этот вот смартфон или вот этот вот компьютер, он же мощнее, чем суперкомпьютеры несколько лет назад. Это же просто с ума сойти, насколько это все дешево. Сегодня не надо, извините меня, быть там президентом страны, чтобы обладать этим вычислительным ресурсом у себя в кармане. Да каждый из вас может вот просто делать то, что раньше было доступно там только президентам, да, по вычислительным мощностям. Это во-вторых. И в-третьих, это рекомбинационные инновации. То есть, на самом деле, столько технологий, столько открытий создается, в частности, здесь, в этом университете, в других организациях, которые занимаются инновациями, что даже если мы просто начнем их перебирать и как-то комбинировать между собой, то количество новых бизнесов, новых каких-то экономических систем, оно просто сумасшедше, оно больше числа атомов во Вселенной, условно говоря, да. То есть, этот эффект второй половины шахматной доски. То есть, если мы находясь, что такое там вторая половина шахматной доски, да, если мы начнем там, допустим, возводить там двойку в степень по количеству, значит, клеток шахмат, вы знаете, да, это, ну, я все-таки, наверное, расскажу эту небольшую притчу, да, про доброго человека, который развеселил падишаха, чтобы все знали, о чем я говорю, да. То есть, падишах ничем не мог удовлетвориться, все, ему было, он присытился, как бы, этой жизнью, ничего не радовало. И вот пришел человек, который его научил играть в шахматы. Он был настолько рад и счастлив, что, наконец-то, ему стало жить интересно, что он сказал, я тебя награжу, чем хочешь. Сказал, я человек скромный, вы положите мне на первую клетку одно зернышко, на вторую два зернышка, на третью, там, значит, в два в квадрате, четыре там, да, потом восемь. В геометрической прогрессии. Да, геометрической прогрессии. Если падишах оставался на первой половине шахматной доски, ну, два там в 32 степени, это еще, скажем, число, которое можно себе представить, примерно там 4 миллиарда, да. Как только он перебрался на вторую сторону шахматной доски, то там пошли, значит, такие, как степени, как там 2 в 64 степени, это там 10, это число с 21 нулем, с 21 нулем примерно, да. Это сумасшедшие числа, сравнимые там, ну, не больше, правда, но сравнимые с числом атомов во Вселенной. Во Вселенной там примерно 10 там 81 что ли атомов. Аэрод Фаренович, а? Потом он их жег в топке, да? Да, да. Паровозов. А теперь вернемся к вопросу, который вы хотели задать нашей аудитории. Так, а вот вопрос как раз в этом. Что же такого-то вот объединяет эту самую экономику данных, цифровую экономику, индустрии 4.0 вообще? Нет, ну так нечестно. Почему нечестно? Этот преподаватель сначала рассказал, да, что объединяет и как объединяет, а теперь спрашивает. Не совсем, я самое интересное не рассказал. Нет? Не успел. Тогда да. Кто-то может ответить? Вопрос понятен? Боюсь, нет. Можете сейчас? Вообще, почему экономика данных упоминается в контексте цифровой экономики? И почему вообще говоря, немецкая индустрия 4.0 вообще говоря, имеет какое-то отношение к цифровой экономике? То есть вот немцы строят индустрию 4.0, а мы здесь движемся в направлении цифровой экономики. Причем мы уже выяснили, что в принципе это не то, что мы ее придумали, а то, что просто как бы мы констатируем факт, что мы находимся в этих условиях. И эти условия открывают перед нами определенные перспективы. То есть почему вообще говоря, двигаясь в направлении индустрии 4.0, мы вообще говоря находимся в цифровой экономике? Почему это так? Вообще это не очевидно, кажется. основа индустрии 4.0, как вы уже говорили, то, что основа продолжения создания индустрии 4.0, это как раз таки лежит прогрессия в IT, и в цифровых технологиях, в IT-технологиях. Это все является частью одного и того же. Ну, я, конечно, проповедую информационные технологии, но на самом деле там есть вот такой вот нюанс. Я тут вот хотел бы просто услышать, не знаю, может быть, этот нюанс только мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Вообще говоря, на самом деле, чем мне нравится работа в университете? Это тем, что ты общаешься с большим количеством людей, которые у меня и тебя, и можешь, на самом деле, подчеркнуть много хороших идей. Я так хочу вас использовать, раз уж мы здесь собрались. Но мне кажется, по-другому, да. Но беря в расчет, что сейчас берет тенденцию 4.0, соответственно, мы должны подстраиваться под то, что берет тенденция, и, соответственно, цифровизация экономики должна подстраиваться под... Индустрию 4.0? Да. Вы знаете, мне кажется, цифровизация, она будет идти, и... Все будет идти параллельно, то есть все тенденции будут взаимосвязаны с экономикой и со всеми управляющими факторами, и так что неважно, какая индустрия, даже будет 5.0, мы все равно будем подстраивать все текущие прогрессы именно под все текущие тренды. Мне трудно вообще представить, что конкурент... А почему это происходит вообще? Почему? Потому что люди развиваются. А почему развиваются? Конкуренция. Конкуренция вообще хорошая вещь, да? На самом деле, вот книжка, это Клаус Шваб, цифровой вихрь, он основатель как раз экономического форума мирового. И он немецкий экономист, Давосского, извините, да, Давосского форума, где я анонсировал эту книгу. Татарстан получил эту книгу, наверное, первым в России, сразу ее прислали, как раз президент республики был, Рустам Мургалевич там на этом форуме, и эта книга была как бы вручена. Но основное, это первое, это страновая конкуренция, и страны сейчас будут конкурировать, и это нарастает. До определенного момента, когда вот Айрат Хасянов говорил про паровую машину и про Фарадея, то есть проходит какой-то определенный период, и вот мы сейчас находимся с вами в точке, когда этот период мы пересекаем, когда объем данных сегодня такой, что сопоставляя их, мы можем получать новые виды добавленной стоимости. Вот в этом, собственно, цифровая экономика состоит. Да, это как раз добавленная стоимость, которая дает вот этот квантовый скачок. Еще почитайте такую вот тоже теорию трансгуманизма, так называемую, если с ней кто-то знаком, если нет. Она очень интересная, связана она с робототехникой. И почитайте про сингулярность. Ничего сложного нет, все воспринимается очень просто. Если кто-то читал хорошо, если нет, то почитайте вот эти три вещи. Страны сегодня будут конкурировать с платформами. Это платформы доставки, это платформы логистики, это платформы здравоохранения, это платформы образования, это платформы управления дронами. Знаете, например, вот платформа управления полетами судов воздушных в Российской Федерации, она использует и зарубежные компоненты, очень много зарубежных компонентов. Тоже очень важно. И сегодня, например, поднимите руку, какова есть пластиковая карточка для расчетов? Да. Вот это, а, поднимите руку, какова есть пластиковая карточка МИР? Да, вот это национальная платежная система. Но у многих есть еще и вторая платежная система, которая не принадлежит Российской Федерации. И это вопрос технологического суверенитета еще в том числе. Сейчас мы видим, конечно, вот есть нарастающие тенденции, вот такие, что вот страны и так далее, но каждая страна, а Россия, да, при этом важно отметить, что рост такой взрывной цифровых технологий, он будет даваться именно тем странам, и платформы смогут создавать именно те страны, у которых большой внутренний рынок. Это примерно вот 200-250 миллионов человек. СССР в этом смысле был идеальной страной. Он имел все географические широты, он имел все часовые пояса, и он имел численность населения, сравнимую с нынешним Соединенных Штатов. Тем не менее, в России считается, что самые умные, одни из самых продвинутых продуктовых компаний. Их очень мало, к сожалению, их около 10. Вот, это Mail.ru, это Яндекс, ряд других компаний, которые разработали собственные уникальные продукты. У нас полно компаний, занимающихся информатизацией, но компаний, которые занимаются продуктами, не так много. Это очень сложно. Потому что, чтобы продукт развивался, его нужно иметь, растить на внутреннем рынке. Вот, в общем, скажем так, скачок с данными в цифровую революцию, он именно сейчас происходит, потому что он помогает формировать платформы. Вот, сегодня в России создается платформа управления транспортом. Кто-нибудь слышал, что вот вы на полисе Яндекс запустили? Да, мы это запустили для того, чтобы в этом городе научить машину ездить, чтобы она, она, платформа, научилась. Затем эту платформу можно ставить, это инженерный блок, по сути, это сервер внутренний, который вот в Яндексе, он даже с водяным охлаждением в багажнике ездит, да, можно ставить любую машину. И такие платформы должны быть везде. Вот, ваша задача, я надеюсь, оказаться причастным со временем к этой платформе, а в идеале, если вы сделаете какой-то сервис или плагин, который купит потом крупная компания, вас инкорпорирует. Еще лучше, если купит ваши акции на бирже, все. Ребята, а встречный вопрос, может быть, есть? В 2006 году мы вывели компанию нашу на лондонскую фондовую биржу. У нас был такой опыт. Тоже интересно, ничего сложного нет. Какую компанию вы имеете в виду? Который я работал до госслужбы. Вы IPO прошли на лондонской бирже, да? Congratulations. Вопросы какие-нибудь? Вот я как раз предлагаю. Вопросы встречные есть к экспертам, к министру в частности, или в первую очередь, может быть? Давайте мы все-таки со студентов начнем, а не с журналистов. Все-таки есть вопросы. И со студенток. Вы говорили про... Вы говорили про то, что много российских компаний, которые занимаются информатизацией, но мало, которые занимаются продуктами. Что вы имели в виду под информатизацией? Информатизация – это заказная разработка. А продукт – это универсальный набор сервисов цифровых, который доступен и не требует никакой поддержки практически со стороны, но в процессе его внедрения. То есть это самодостаточный, самодостаточная экосистема сервисов, которые потребляет человек. В основном продуктовые компании работают на розничные рынки, на B2C рынок. Но те компании, которые работают на B2C, они как раз и создают самое большое валью. Компании, которые занимаются информатизацией, например, компания 1С, она является уникальной. Она имеет и заказную разработку, когда она адаптирует собственные продукты, и имеет продукты 1С бухгалтерии, например, или 1С склад. Вы покупаете, устанавливаете, начинаете работать так, что вы не зависите потом ни от кого. Сегодня больше 100 тысяч человек так или иначе связаны с экосистемой 1С. Это огромное, то, что сделал Борис Георгиевич Нуралиев со своей командой. Это несколько тысяч человек, которые на Ленинском проспекте работают сегодня. И это холдинг из трех крупных компаний. Они как раз вот такие продукты создают. Ответил на ваш вопрос? Благодарю. Вот, например, Марат Дусаев занимается информатизацией. То есть он приходит, у него всегда продукт требует внедрения под конкретные задачи. Где-то есть сопряжение с бухгалтерией, где-то нет сопряжения с бухгалтерией, где-то только на планшете смотрят зоотехник, где-то там, значит, ветеринар еще получает доступ, что там и стадо и так далее. Где-то там функции племенного там дела появляются и так далее. То есть это набор, который везде происходит. Но у него все больше и больше к продуктовым сходит. Вы знаете, тут есть такой критерий. У вас начинается продукт тогда, когда вы от экстенсивного к интенсивному производству переходите. То есть количество дохода, который вы получаете, нелинейно зависит от количества вашей работы. То есть когда вы занимаетесь поддержкой или информатизацией, то у вас чем больше вы работаете, тем больше вы зарабатываете. И чем больше вы хотите заработать, тем больше вам надо работать. С продажами это не совсем так. То есть количество продуктов, которые вы покупаете... да вы простите да не не линейно связано с вашим доходом то есть вы можете работать точно так же доходы ваши будут расти даже наоборот продуктовые компании могут условно сказать ничего не делается доходы будут расти мечта нет это не мечта ну то есть поддержку не делаешь а доходы ранее это не так конечно это упрощение смотрите хорошо microsoft офис это пример продукта который вы покупаете компании microsoft но если она перестанет осуществлять поддержку обновления то вопрос перестанут покупать apple извините не по ним про microsoft я вот смотрю на apple последние 15 лет они по-моему демонстрируют единство только новый новый там знаете новое стекло новый угол но это уже это уже не так интересно даже apple заметьте они уже встроили кстати вот это был спойлер который дал роман александрович да по поводу того вообще говоря что общего то вот между этими тремя частями до одного целого даже apple встроил систему искусственного интеллекта нейронные сети машин на обучение куда в камеру чтобы красиво фотографировать казалось бы да каким инструментом и какие цели с пушки по воробьям на самом деле на самом деле качественный переход он ровно в этом то есть если с изобретением паровой машин электрического двигателя мы смогли доступность тогда конечно да быстро избавиться от рутинных операций или по крайней мере там часть их сократить то есть то что раньше делали люди и даже была знаете такая собачка она назывался забыл как к колесный пом собачка она бегала в колесе для того чтобы приводить какие-то там кухонные машины в движении это порода вымерла потому что больше эти колеса не нужны никому там паровая машина соответственно электрический двигатель заменили такой привод защиты животных нет не вас стало что а но сегодня мы смогли автоматизировать или скажем делать без человека не только трутинные операции но и те которые требуют вообще-то говорят человеческого интеллекта и собственно говоря автономные транспортные средства это один пример есть много других примеров где вы можете общаться своим смартфоном то есть смартфон понимает естественную речь это на самом деле интеллектуальный процесс понимания речи нас целый центр мозга из которой за это отвечают и это стало возможным именно благодаря накоплению большого количества данных это стал на самом деле интеллекта нет я всегда я все время выступаю в роли адвоката дьявола сегодня до или в роли вот такого ну махрового какого-то реакционера вы говорите что это стало возможным благодаря накоплению данных а я говорю что это стало возможным благодаря тому что индустрия мировая внедряет и успешно внедряет в сознание вот молодых людей и не только молодых к сожалению вот привычку культуру избыточного потребления но мы же кстати сказать на этом избыточном потребление существует если не сказать грубо паразитирует и растет значительная часть вот того сегмента цифровой экономики который называется сервисным зачем мне нужно разговаривать с алисой до про которую греб сказал что на дура это алиса но это сервис яндекса надо по какая-то не такая или дабы окей google знаете за грех на это дурой это уже кое-что потому что дурой до вареческой от он эмоционально отреагировал он говорит да глупая на ваш это алиса да там не понимает половину то есть это все классно это все здорово это все мило такие фенечки да но если вот своей точке зрения если подумать вот 70 процентов из этих сервисов они на самом деле не нужны они гроби они убивают наше время они крадут наш мозг да вместо того чтобы заниматься созданием продукта как было сказано да мы вот торчим вот в этих вот плагу во все то и вот там ok google где тут можно съесть суши и про социальные сети а голосовые ассистенты это очень нет 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 социальные а социальные сети что это правильные сети продукт чего это не про дождь дизитализации это инструмент сбора данных как заставить огромное количество людей добровольно заполнять статистику вот пожалуйста они добровольно с песнями да но это создают данные для анализа маркетингов это это же продукт дизитализации но я вообще не сторонник идеализировать или там утопизировать цифровизацию как всегда как у любого процесса есть обратная сторона да то есть пожалуйста вы можете ядерную энергию использовать для отопления домов а можете сбросить на хиросим это ваш выбор ну да и топор и молоток классические примеры можно все зависит от того как инструмент использования абсолютно согласен правда как использовать атомную бомбу кроме как сбросить ее на чьей-нибудь голову я не представляю сам по себе атом конечно может быть мирный может быть не мирный а вот что сделать с таким инструментом как конкретно атомная или там водородная бомба как ее использовать мирных целей тут уже а то есть есть предметы которые однозначно только могут быть использованы да при всем нашем уважении к таланту инженеров изобретателей так далее мы работаем уже почти полтора часа и у меня есть простое предложение роман садж мы с вас начали давайте мы вами и закончим в хорошем смысле слова вот этот сегодня сегодняшнее наше обсуждение очень простой вопрос и я надеюсь что вы и вы подключитесь потом тоже в нескольких словах резюме мы пришли к тому что хотим мы того не хотим уже существуем в этой самой цифровой или электронной экономики да немножко разные но тем не менее назовем так цифровой экономики я попрошу просто подвести итог мы здесь в россии мы здесь в татарстане где мы и что нас ждет скажем ближайшие пять лет с точки зрения конкурентноспособности с точки зрения вот того обещанного айратово фариновичем экспоненциального роста нашего благосостояния когда его ждать и надо ли вообще вот в связи с этими процессами ну первую очередь конечно про благосостояния нужно понимать что это драйвером здесь является экономика и производительность которая огромная роль в этом состоит за предприятиями которые будут использовать цифровые технологии причем цифровые технологии на в трех основных блоках первое собственно внутренние корпоративное управление это средства производства которые будут использовать алгоритмы если у них есть автоматизированные станки а если нет то соответственно они не войдут в четвертую промышленную революцию кстати не все страны смогут достигнуть 4 промышленной революции почему потому что ими упущен момент переходный когда они могли это сделать и эффективность будет находиться за теми странами готов в которых будет формироваться наибольшая добавленная стоимость вот когда мы говорим о том что нужно развивать собственные платформы это одновременно две вещи первое платформа управления транспортом платформа логистики платформа медицинского обслуживания платформа здравоохранения мы не можем их импортировать мы должны их развивать свои помимо зависимости и помимо того что эти платформы создают огромный внутренний рынок поскольку есть спрос и мы знаем что люди постоянно будут жить и болеть и поэтому эта платформа будет нужна люди постоянно будут на чем-то перемещаться платформа тоже нужна люди постоянно будут получать образование такая платформа тоже нужна такие базовые сервисы к тому же во многом они поддержатся государством их нужно разрабатывать в татарстане цель собрать максимальное количество компетенции нарастить те которые уже есть и получить новые сконцентрировав здесь например возможность для разработки финансовых технологий сегодня у нас в инополисе три крупнейших российских банка четвертый мы как раз ожидаем было заседание наблюдательного совета недавно вы видели финтек и банки разрабатывать собственные внутренние продукты если мы помним период огромного аутсорсинга когда многие банки занимались аутсорсингом и вообще многие компании то многие крупные компании сегодня развивают именно инсорсинг внутренние ресурсы внутренние платформы связано с тем что они не могут зависеть от внешних поставщиков также и страна не может зависеть по поводу благосостояния это конечно в первую очередь вопрос промышленности которая будет использовать автоматизированные средства производством на корпоративном управлении в сфере производства и самое главное в сфере кооперации вот то о чем антон грачев сказал цифра снимает вопрос территориальных границ если вы запускаете ваш проект на 33 языках то ваш стран то ваш рынок это вся земля неважно в какой стране вы находитесь поэтому здесь вот это очень важно понимать нет границ а это означает что у вас равные шансы но ровно также равные шансы у ваших коллег за океаном или соседней чувашской республики или мордовии или в нижнем новгороде или в самаре и ровно также ваш рынок вся страна вот это тоже важно понимать и нужно стараться пробовать сделать и запускать собственные проекты мы отдельный трек это развитие образования в области профессиональных навыков для 4 промышленной революции если можно так сказать хотя термин может быть корректный может быть нет нужно договориться о терминологии сегодня формального такого термина нет но вот мы проводим совместно с министерством промышленности республики такой асессмент который бы нам дал картину пейзаж того как сегодня автоматизация производства лет в различных странах у нас с вами действительно ну там минимум 50 лет еще по таким оценкам экспертным углеводородная тематика будет занимать серьезную долю в экономических процессах в экономике в российской федерации более половины всех доходов сформировано за счет как раз такого вида доходов поэтому повышение эффективности цифровизации месторождения передача выработка использование затем этих продуктов как раз с использованием цифры это уже поддерживающий скажем так функция она тоже повышает эффективность когда можно значит до конкретной заправки бронировать конкретное количество топлива и и предоплачивать и действительно заправки будут работать эффективно и зарплаты может быть от этого вырастут от того что маржинально все компании вырастет из-за эффективности вот но спасибо насчет роста благосостояния все в наших руках все в наших руках много зависит от макроэкономических показателей но цифровая экономика не панацея цифровая экономика это инструмент которым нужно активно пользоваться и в государственном управлении и сфере производства но самое главное это возможность молодым людям заниматься предпринимательством успехов вам ребят спасибо есть что добавить давайте коротенько наверное стоит сказать что в условиях когда весь мир заливает вот этим цифровым океаном повышается ценность знаний и навыков понимания что такое цифровизация что такое цифра что вообще такое цифровая экономика и нам всем надо учиться плавать спасибо кто не научится плавать тот просто напросто утонет и поэтому ценность знаний и навыков она сегодня растет экспоненциально быстро и это должны иметь ввиду все не только те кто сегодня учится в вузах в школах и так далее но и все поколения людей мы сегодня все будем постоянно переучиваться да угораздило нас жить такую эпоху когда уровень знаний каждые пять лет так говорят уже побыстрее до удваивается обновляется полностью и всю жизнь приходится учиться ребят если бы вы знали как это тяжело я это на себе испытываю продолжаю учиться с интересом вот сегодня этот процесс конечно захватывающий но и вы матывающий тоже обязан продолжить тему образования я считаю тем более мы в стенах все таки университета хотел бы обратить внимание на то что и тис незаметно но поменялся за это лето то есть мы теперь стали высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем именно потому что умение работать с информацией умение собственно говоря создавать работать системы искусственного интеллекта то что потребуется всем в этой самой цифровой экономики и я призываю я присоединяюсь том что роман александрович призываю всех действительно пытаться делать какие-то компании участвовать своими идеями какими-то технологическими в бизнесах находить вот как марат новые ниши создавать в них бизнес это действительно то чем сильна цифровая экономика тем что как раз спектр возможностей шире чем когда-либо я желаю всем удачи большое спасибо уважаемые телезрители уважаемый зал уважаемые эксперты на этом наше время истекает в эфире заседание дискуссионного клуба подходит к концу я хочу только заметить что сегодняшнее заседание оказалось не столько дискуссионным сколько таким заседанием проповедью до проповедью знания перспектив цифровой экономики наших общих перспектив и может быть это даже неплохо потому что дискутировать надо там где существует действительно предмет дискуссия там где в общем все согласны что мы в этом живем нам с этим жить и надо только прилагать усилия чтобы все это развивать культивировать не отстать обратите внимание роман санчев сказал одну такую простую фразу вскользь может быть не все он сказал некоторые страны уже не успеют они пропустили момент когда надо было перейти к счастью россия как всегда успевает в последний вагон но мы кажется успели и вот на этой оптимистической ноте позвольте мне закончить вам спасибо за внимание за аплодисменты за понимание вам уважаемые эксперты тем более огромное спасибо а вам уважаемые телезрители как всегда спасибо за внимание смотрите нас в следующих выпусках дискуссионного клуба телевидения казанского федерального университета меня по-прежнему зовут юрий алаев до свидания обвагу о